Девушки отдыхают Может ли человек без особых талантов, голоса, слуха и крупных вложений вмиг стать суперзвездой и собирать залы с бьющимися в конвульсиях поклонниками? У Ольги Бузовой это получается. Хейтеры говорят, не иначе она душу дьяволу продала. И все равно... Мы обо всем забудем, перепишем, затремся! Снова затремся! Ольга постоянно показывает этот знак. По версии певицы она лишь изображает лав, любовь. Самое главное в мире это что? Любовь. Любовь моих людей. Только вот этот же знак вроде бы используют иллюминаты, члены тайного оккультного общества. А еще точно с таким же положением рук на древних рисунках изображен сам сатана. Спросим у экстрасенса Алены Полын. Может все это совпадение? И в этих жестах нет ничего магического. Мы здесь видим букву Л. Л английскую. Буква Л английская символизирует не что иное, как приток энергии от людей. Этот знак обозначает, ну назовем это фразой, которую часто Ольга Бузова говорит, мои люди всегда со мною. Эта фраза на самом деле не является авторством Ольги Бузовой, это мистическая фраза, которая означает, что человек будет всегда купаться в лучах славы. Удивительное совпадение. Тимоти не стесняется демонстрировать этот же символ, только без всяких сопливых рассказов про любовь. Неожиданно выпускник фабрики звезд становится медиаворотилой и успешным бизнесменом. Все, за что он берется, приносит миллионы. Последний мой концерт в Кроку-Сити был переаншлаг. Билеты кончились за месяц до концерта, и мы еще доставляли отдельные ряды. Тимур вообще часто подает неоднозначные сигналы. То Козу – знак не только рокеров, но и считается, что дьявола. То Всевидящее Око – тоже непростую метку. Знак круг – это зацикленность энергии. В колдовстве эта фраза «заклинаю» или «заклято». То есть, соответственно, когда мы видим этот знак, это говорит о том, что человек фиксирует какое-то действие, что он хочет, чтобы было так, как он хочет, и никак иначе. То есть, сами по себе эти знаки конкретного направления к темным или светлым силам не имеют. Некогда друг Тимоти Децл на фото тоже не раз был запечатлен с двумя поднятыми пальцами и в одежде с масонскими знаками. Если верить мистическим толкам, когда-то рэпер заключил сделку с демонами. Мол, он получает славу, но его жизнь прервется в 35 лет. Хочешь насмешить Бога, расскажи о своих планах. Вот такая история. Быть может, планами Кирилл Толмацкий делился с кем-то другим. И демонстрация определенных символов была в магическом контракте. У Децла знак ближе к тому знаку, который символизирует все-таки знак дьявола. Если мы направляем энергию одним пальцем, она более такая узкая. А если двумя пальцами, она уже идет сильнее. Даже если человек попробует сам дома так сделать, он почувствует, как даже касаясь пальцами своей руки двумя, он почувствует прям поток энергии очень мощный. У Децла есть проблемы со здоровьем. Они были, да, эти проблемы, они были с сердцем. Сердце было слабое. И, соответственно, постоянное привлечение энергии на эту зону знаком могло повлиять на раннюю смерть. На экране во время концерта Александра Панайотова, который внезапно вернулся на сцену из глубокого небытия, тоже дьявольские символы. Треугольник с оком и три пальца, поднятые вверх. Но настоящая энциклопедия бесовских меток в творчестве Леди Гаги. Нашим артистам еще учиться и учиться. Например, мама монстров очень часто прикрывает один глаз. Да-да, это тоже говорит о ее лояльности к подземному царству. С певицей то и дело случается всякая чертовщина. То она впадает в транс перед своим авто. А присмотритесь, как она ведет себя во время интервью. Ведущий произносит имя Бога, и Гага тут же прикрывает глаз рукой. Когда я была в объятиях моего бывшего парня, я часто думала о других женщинах. Господь милосердный! Неспроста ее сравнивают с Мадонной, которая тоже совсем не белая и пушистая. Один только клип «Like a prayer» чего стоит. Сторонники теорий заговора переворачивают песню задом наперед. Тут совсем становится жутко. Отчетливо слышны слова «Услышь, спаси нас, сатана». Семейная пара Бейонсе и Джей-Зи вообще считаются главными иллюминатами американского шоу-бизнеса. Все, что они делают, можно разбирать на оккультные частички. Может, в этом секрет их бесконечной популярности. Мое альтер-эго Саша Фирс может делать то, чего не могу я. Я стараюсь, но у меня не получается. На сцене я беру высокие ноты, круто двигаюсь, но на репетициях я это не могу повторить. Помню, как-то перед выступлением я подняла руки вверх, и тогда я впервые почувствовала, как в меня что-то вселилось. Подопечная Джей-Зи Риана самопровозгласила себя принцессой иллюминатов. В одном из ее клипов даже мелькает эта надпись. Обычная барбадосская девушка вмиг становится мировой звездой. За что бы она ни взялась – музыку, косметику, нижнее белье. Народ пищит от восторга, как под гипнозом, и открывает кошельки. Видимо, в знак благодарности Ри-Ри всюду показывает треугольник – символ сектантов. Но вернемся к ее российскому прототипу. Неужели Ольга Бузова подписала договор с некими силами ради безумной популярности? Карты дадут ответ. В каком сообществе оккультном состоит Ольга Бузова? И состоит ли она вообще в оккультном сообществе? То есть вот то, что интересно людям. Ну вот, смотрите, очень четко вышло. Да, состоит. Первая карта выходит – карта ведьмы. Ну, это понятно, что это магия, да? Дальше выходит карта игры, где мы видим с картами несколько человек. Соответственно, она не одна практикует магию, а это некое сообщество. Что и показывает третья карта – карта дуба. То есть это сообщество разрастается, растет. Это какое-то, так как есть корни, очень старое сообщество. Таких оккультных сообществ очень много. Если все это правда, то Бузовой дорогу лучше не переходить. Я отпускаю вас. Горите в аду. Ой, я что это в сух сказала? В смысле, я отпускаю вас, будьте счастливы. Хотелось бы сказать «ноу комменс», но мы добавим «не сотвори себе кумира». Юлия Бабурина, программа «В теме». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова